Это недавнее заседание Генерального штаба Министерства обороны РФ. Главная тема – как обеспечить безопасность приграничных территорий. Сегодня проводим очередное совещание по обеспечению территориальной целостности, защите населения и инфраструктуры приграничных субъектов Российской Федерации. Но на таком важном совещании не присутствует человек, от которого многое зависит. Это начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Похоже, Кремль готовит уголовные дела генералам, провалившим оборону Курской области. В первую очередь это касается Герасимова. Американское издание Bloomberg пишет, что глава Генштаба знал о планах ВСУ еще за несколько недель до операции в Курской области, но не доложил об этом Путину. Герасимов и чиновники, похоже, отвергли предупреждение разведки о том, что украинские солдаты собираются у границы с Западной Курской областью России за две недели до начала штурма. И никто не информировал президента Владимира Путина, по словам лица, близкого к Кремлю. Оборонные силы внутри России были застегнуты врасплох и не оказывали первоначального сопротивления украинскому наступлению. Издание Bloomberg. Сообщением о том, что провал на Курском направлении повлечет соответствующие кадровые решения, они пытаются решить для себя два вопроса. А. Убрать в повестке дня возможный полистический подтекст репрессий среди российских военнослужащих, в первую очередь генералитета. И. Б. Соответственно, показать это как соответствующую реакцию президента Российской Федерации, который контролирует процессы. То есть есть виноватый, соответственно, голову на плаху, утро стрелецкой казни. Это кадры первых часов операции в Курской области. На них видно, как ВСУ берут под свой контроль КПВВ суджа. Только за первые сутки украинские военные прорвали две линии фортификации, которые обошлись в 15 миллиардов рублей. Менее чем за две недели ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта. Это более тысячи квадратных километров. Взяли в плен более двух тысяч пленных. В связи с этим провалом обороны Кремль готовит уголовные дела против представителей военных и силовых ведомств. Герасимов, с одной стороны, он остался от старой команды, и, конечно же, мешает Белаузову. Ну, а с другой стороны, действительно, если на него, ну, по крайней мере, не публично повесить ответственность за Курск, это будет, по крайней мере, частью военкоров тех же самых и патриотической общественности воспринято более-менее адекватно. С начала мая в Минобороны РФ были арестованы, по меньшей мере, пять генералов, каждому из которых предъявлены обвинения по коррупционным статьям. Но на самом деле и коррупция, и провал обороны Курска – это только предлоги. Дело в том, что Путин боится появления в армии новой силы, которая может его снести. Давайте вспомним то, что еще задолго до так называемых курских событий, каких россияне трактуют, а фактически речь идет об успешном характере наступления сил обороны Украины, прошел ряд кадровых чисток, причем среди руководящего состава, одних из наиболее мотивированных и боеспособных подразделений российской армии. Основная подоплека данных событий – это борьба с возможной военной оппозицией. Путин боится панических появлений нового Рухлина, нового Лебедя. Основная задача, чтобы вообще не было тех генералов, которые пользуются уважением в войсках. Почему? Ну, чтобы не было даже никаких поползновений и устроить военный переворот. Конечно, страх от Пригожинского марша терзает Путина до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok